Казанский Кремль Казанский Кремль Так, год от года, век от века стала расти и процветать в Казани укрепленная крепость. Ее архитектурный ансамбль, как и в случае с московским Кремлем, пополнялся не только стенам и башнями, но и религиозными сооружениями, Благовещенским собором, Преображенским собором, Церковью Киприана и Устины, последние два уничтожены в 1930-е годы. Немного особняком стоит в ряду построек Кремля, овеянная романтическими легендами башня Сюембике, ставшая архитектурной эмблемой Казани, по поводу точной даты постройки которой исследователи так и к единому мнению не пришли. Появился здесь и выстроенный в русско-византийском стиле губернаторский дворец, над проектом которого работал автор Большого Кремлевского дворца Константин Андреевич Тон. В 1990-е годы в Кремль вернулась разрушенная во время штурма Казани многоминаретная мечеть столицы Казанского ханства Кул-Шариф. Было решено воссоздать эту главную святыню Казанского ханства, как символ исторической преемственности. И сегодня Казанский Кремль с его богатейшей историей и архитектурными традициями представляет собой интереснейший архитектурный, исторический и археологический памятник. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.